Официальный визит Визит президента Республики Южной Осетии Анатолия Бибилова в Республику Абхазия. Плановые совещания временно исполняющего обязанности главы администрации Галского района Астамура Асландзия. Актуальные вопросы на тему документирования населения Галского района. Отчетный концерт детской эстрадной студии «Родники». С 7 по 8 июля в Республике Абхазия проходил официальный визит президента Республики Южной Осетии Анатолия Бибилова. В администрации президента состоялись переговоры президента Республики Абхазии Рауля Хаджимба и президента Республики Южной Осетии Анатолия Бибилова. В рамках визита также состоялись переговоры Абхазской и Юго-Осетинской сторон в расширенном формате и подписание двухсторонних документов. По итогам официальных переговоров президент Республики Абхазии Рауль Хаджимба и президент Республики Южной Осетии Анатолий Бибилов приняли совместное заявление. В рамках официального визита в администрации президента состоялась пресс-конференция президента Республики Абхазии Рауля Хаджимба и президента Республики Южной Осетии Анатолия Бибилова. 3 июля временно исполняющий обязанности главы администрации Астамура Сланза провел плановое совещание с начальниками отделов, а в среду 5 июля с главами сел. 3 июля временно исполняющий обязанности главы администрации Астамура Сланза провел плановое совещание с начальниками отделов. В совещании началось с обсуждения подготовки празднования 85-летия города Гал. Астамура Сланза поручил начальнику Галводоканала Бочи и Колбаев в кратчайшие сроки восстановить фонтан перед районом Домом культуры, а также работникам городского хозяйства обновить и заменить государственные флаги и баннеры в городе, установить светодиодные лампы в общественных местах, совершить все восстановительные работы по ремонту мостов, в частности покраску и освещение до 15 июля. Как сообщил начальник управления сельского хозяйства Томас Цвишба, лечение ореховых насаждений с помощью авиатехники завершено. Биологическим средством демилином было проведено опрыскивание 1250 гектаров земли в шести селах, а химическим препаратом ГДО – 2000 гектаров. В каждом селе были созданы бригады под руководством администрации глав сел, которым были розданы необходимое количество препаратов, чтобы они производили опрыскивание вручную. Со своей стороны Томас Цвишба поблагодарил бригаду летчиков, сотрудников МЧС и рабочих за содействие и оказанную помощь, отметив при этом, что при необходимости будет проводиться повторное лечение с 25 июля по 5 августа. Начальник налоговой службы Роберт Жиба отчитался перед руководством района о взносе всех видов налога за первое полугодие. Район перевыполнил план на 814 тысяч рублей, что составляет в процентном соотношении 104,7%. Начальник паспортного стола Тимур Минае сообщил, что продление и получение формы номер 9 будет происходить только при сдаче документов на получение вида на жительство. 5 июля временно исполняющий обязанности Астамура Сланзе провел плановое совещание с главами администрации сел. Началось совещание с обсуждения плана по празднованию Дня города. Астамура Сланзе сообщил, что 19 июля в каждом селе будет проводиться ярмарка, где жители приставят свои сельскохозяйственные продукты. Совместитель главы администрации и начальник финансового отдела Нина Грунчадзе ознакомила глава администрации сел с планами арендных платежей на третий квартал, который составляет 3 миллиона рублей. В совершении совещания управляющий делами Джон Гулария поручил главам сел до конца текущего месяца завершить заполнение хозяйственных книг и сдать их в соответствующие органы. В среду 5 июля состоялась встреча временно исполняющего обязанности главы администрации Галского района с начальником управления транспорта Рабистаном Ладария при участии директора УГГАЛСКОЕ автотранспортное предприятие Амирана Тарба. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия по организации пассажирских перевозок, функционированию автовокзала, а также возможности передачи управления автовокзалами Абхазии. РУПАПСНА «Автовокзал» на основании решения Кабинета министра в Республике Абхазия. В целях информационного обеспечения гражданского населения Галского района по вопросам прохождения паспортизации наша съемочная группа посетила паспортный отдел Галского района. Об этом смотрите в нашем специальном репортаже. Вопросы документирования населения в Галском районе являются самыми актуальными и животрепещущими для населения района. В целях информационного обеспечения гражданского населения Галского района по вопросам прохождения паспортизации наша съемочная группа 4 июля сего года посетила паспортный отдел Галского района. Чтобы узнать, как идет процесс приема документов и с какими проблемами сталкивается население района, мы обратились с вопросами к начальнику паспортного управления МВД Республики Абхазии Эдуарду Монарге и начальнику паспортного отдела Галского района Тимуру Минае. Какие документы необходимо представить для получения вида на жительство и паспорта гражданина Республики Абхазия? Какие права будут иметь обладатели соответствующих документов и будет ли продлеваться форма номер 9? Начнем с перечня основных документов, необходимых для получения вида на жительство Республики Абхазия. Паспортный отдел Галского района необходимо представить. Саявление заполняется в паспортном столе. Справка с места жительства и составе семьи. Свидетельство о рождении с нотариально заверенным переводом с грузинского на русский. Документ, удостоверяющий личность гражданина, форма номер 9 и паспорт иностранного государства. Фотографии 4х6, 2 штуки. Квитанция об оплате 940 рублей. Несмотря на существующие проблемы документирования граждан, процесс находится на стадии урегулирования и развития. Видно жительство получает жители, проживающие с октября 1999 года более 10 лет, и выдается он сроком на 5 лет. Большую роль играет справка с места жительства и составе семьи. После того, как граждане соберут весь необходимый перечень документов, сотрудники паспортного стола их направят для дальнейшей проверки в соответствующие органы. С момента подачи заявлений и документов для получения вида на жительство форму номер 9 продлевают на 2 месяца. Прием документов также занимает время. Порядка двух месяцев ведется и у нас прием, потом спецпроверки. Максимум это 2 месяца по нашей инструкции. И на тот период времени, пока обрабатываются документы, мы продлеваем гражданам на 2 месяца. Форму номер 9. Чтобы люди могли передвигаться по территории республики. В силу определенных обстоятельств мы не можем их так быстро документировать. Поэтому создаются такие проблемы у нас. И ажиотаж, и очереди, естественно, в народе. Несмотря на существующие очереди и как следствие разного рода неудобства, в настоящее время создаются все условия для полноценной деятельности паспортного управления МВД Республики Абхазия. По словам начальника паспортного управления, пропускная способность должна увеличиться, так как по приказу министра внутренних дел Республики Абхазии Аслана Кубахи будут командированы опытные сотрудники паспортного управления, чтобы усилить подразделение, что значительно улучшит процесс приема и выдачи документов. Принято решение руководством, в частности, министром внутренних дел Кубахи Аслану Алексеевичем, о том, чтобы усилить подразделение, командировав суда опытных сотрудников с паспортным управлением МВД Республики Абхазия. С завтрашнего дня здесь будут еще, помимо того, что здесь будут находиться пять сотрудников паспортного отдела, еще будут три сотрудника паспортного управления. Поэтому, я думаю, восемь человек наладят работу. Как отметил начальник паспортного управления МВД Республики Абхазия Эдуард Монаргия, любое гражданское лицо не только имеет право, но и обязано подать заявление на документ, удостоверяющий личность. После соответствующей проверки выяснится, в каком статусе гражданин будет проживать на территории Республики Абхазия. То есть, видно, что это тоже юридический документ, позволяющий, в принципе, обладать всеми благами гражданина Абхазии. Единственное только это участие в выборах. То есть, вот единственное. Что касается поголовности, этого не будет. То есть, будет в процессе обмена паспортов, выявляться, то есть, люди, те, которые не являются гражданами Грузии, те будут на общих основаниях получать абхазские паспорта и гражданство. То есть, будут проходить спецпроверки, по решению этих спецпроверок будет приниматься решение человека, вида на жительство или абхазского гражданства. Основной причиной, не разрешающей получить паспорт гражданина Республики Абхазия, является наличие у большинства жителей Галского района гражданства Грузии. Однако, при предоставлении паспорта гражданина Республики Грузия сроки прохождения проверки сокращаются. Что касается ускорения. Ускорить может любой гражданин Грузии, когда будет подавать заявление, в качестве факта предоставлять свое грузинское гражданство. То есть, предъявлять паспорт гражданина Грузии. В этом случае будет отдельный список, который будет по более быстрой схеме проверяться. То есть, не надо будет уже проверки на наличие его грузинского гражданства, так как он сам юридически это признает. По предоставленным данным в Галском районе с 1 января 2017 года по настоящее время выдано 36 паспортов гражданина Республики Абхазия. В продолжение темы. 7 июля в пятницу поступила первая партия документов вида на жительство. В этот день появились и первые обладатели документа данного образца, которые прошли процедуру идентификации и торжественно получили на руки документ, удостоверяющий личность и позволяющий пересекать государственную границу через контрольно-пропускной пункт Ингур. Среди населения района бытует мнение, что с видом на жительство не пропускают на границы по реке Ингур. Этот вопрос волновал и тех людей, которые стояли у здания ОВД в ожидании документирования. Мы решили проверить данный факт и отправились вместе с обладателем документа в сторону государственной границы, где с разрешения соответствующих структур провели съемку без постановок. Гражданин прошел контрольно-пропускной пункт Ингур наряду с остальными гражданами в штатном режиме. Затем мы поговорили с жителем села Хяцхайл Гуджи Хорава, который беспрепятственно пересек государственную границу в сторону Грузии и вернулся обратно с документов видножительства, выданное в республике Абхазия. Ну, я решил, взял сегодня паспорт, решил пропустить, не пропустить видножительства. Я решил, попробовал, прошел и обратно вернулся. Несомненно, данный факт является позитивным шагом в решении вопроса, касающегося документирования населения Галского района. Ника Гачава, Пижан Микава, Анжела Убилава, КАУ-ТВ Новости культуры. На сцене районного дома культуры с отчетным концертом выступила детская эстрадная студия «Родники». Четвертый отчетный концерт детской эстрадной студии «Родники» состоялся 5 июля на сцене районного дома культуры города Гал. Студия «Родники» была открыта в январе 2013 года при участии председателя русской общины Галского и Ячамчирского районов Татьяны Ивашенко и создана художественным руководителем Вадимом Ихвая и Алой Хизанишвили. Здесь занимаются вокалом не только городские дети, но и ребята из сел Абыркид, Паргяв и Сида. Многие из них изначально не обладают какими-то особыми музыкальными данными, но систематически, посещая занятия, начинают петь. Благодаря интенсивной работе педагогов-наставников у детей развивается слух и творческий потенциал. Я очень рад, что дети очень выросли музыкально. Многие пришли без музыкального слуха, многие даже без голоса. Но мы занимаемся, у нас цель, чтобы развивать это все, и есть успехи. Я очень доволен как педагог, что у нас есть такие дети в районе. Проводится огромная творческая работа по развитию детей. Они действительно не хотят уходить с уроков. Они сюда бегут, очень рано приходят, уходят очень поздно. С удовольствием занимаются, ну, сутками они здесь находятся практически. Дети выросли. Я, конечно, как директор студии, довольна результатами. Наш коллектив разрастается и количественно, и качественно. Вот уже который год детская эстрадная студия «Родники» проводит отчетный концерт, где ребята демонстрируют серьезную подготовку вокала и сценическое мастерство. Из года в год профессиональный уровень исполнения песен и актерского мастерства, несомненно, улучшается. В этот прекрасный вечер со сцены звучали детские звонкие голоса, приглашая зрителей в восхитительный мир музыки и ярких красок. Несмотря на то, что все ребята были по-своему хороши, для некоторых из них это был первый опыт выступления на сцене. И они с ним отлично справились. Все ребята выступали сольно. Концертная программа была насыщена не только песнями, но и сценками. Интерактив с залом, несомненно, оживил публику. Ребята с удовольствием отвечали на вопросы ведущих. Репетиции, концерты, поиски на фестивале и снова выступления – такова жизнь этого задурного коллектива. Юные звездочки-родники не только принимают участие в республиканских и международных фестивалях, но и являются дипломантами и лауреатами. Я очень довольна. Мне очень понравился сегодняшний концерт. Это один из многих, которых готовил Вадим Ирхвая, наш руководитель, который прекрасный руководитель, прекрасный педагог и великолепный человек, который любит детей, любит свое дело и вкладывает душу свою в детях. Я очень рада, что у нас такой руководитель управляет всей культурой нашего района. И во главе него у нас большой сдвиг в области культуры. Студия-родники, все, каждый днем, он у нас процветает. Дети, как бы, уже третий год, и они на самом деле, как артисты, вот, убедитесь сами, как они выступили сегодня, прекрасно. Это большой, огромный труд и заслуга его, конечно, заслуга главы администрации Гальского района. Каждый ребенок приходит в студию-родники, чтобы выбрать свою яркую дорогу и сложить свою радужную историю. И благодаря профессиональным педагогам и родителям, которые верят и поддерживают их, у ребят все обязательно сложится. И сегодняшнее выступление юных дарований еще раз тому подтверждение. Творческий экзамен сдан под бурные и несполкаемые аплодисменты зрителей. Концерт был очень сказочный, чудесный. Мне очень понравилось, как выступали дети. Они очень молодцы. Я даже удивилась, сколько талантов у нас в нашем городе Гали. Процветания. И всего самого наилучшего желаю. На этом все. С вами был Ника Гачава. До новых встреч в эфире. Абзиараз. Чикиро ордат. Абзиараз. Чикиро ордат.